Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения в студии Ольга Чуканова. В начале коротко об основных темах выпуска. Ради здоровья и жизни в Люберецкой детской больнице состоялась пресс-конференция по итогам благотворительного концерта «Звезды шансона детям». Заплати налоги и спи спокойно. 21 ноября в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 17 по Московской области прошло праздничное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику сотрудников службы. Счастливы вместе наши корреспонденты узнали об истории иркутской семьи, в которой воспитывается приемная дочь. А теперь обо всем этом более подробно. Мы уже рассказывали о том, что на улице Красногорской напротив домов 14 и 19 в ночь в субботу на воскресенье неизвестные свалили пищевые отходы, в основном безголовые свиные туши. Судя по клейму, это мясо было привезено из Белоруссии. Сейчас все убрали. Кто занимался ликвидацией свалки, узнали наши корреспонденты. Первыми забили тревогу местные жители, обеспокоенные неприятным запахом, исходившим от свалки пищевых продуктов, появившейся рядом с железной дорогой. Они обратились в территориальный отдел Госадомтехнадзора. Именно эта служба и местные власти, а также арендатор участка подключились к ликвидации стихийной свалки. С нашей стороны были взаимно вместе, совместно с администрацией города, сразу выявлены, непосредственно с Алешином Александром Николаевым, Балашовой Ольгой Михайловной, были выявлены арендатор данного земельного участка, который является ООО «Альянс Капитал Девелопмент». Мы их сразу нашли, связались, вызвали представителя, приехали, и задача содержать участок находится в обязанностях арендатора. Естественно, он занялся этим вопросом и нашел организацию, которая утилизирует данные вопросы, весь мусор, и вот вчера был убран полностью. По мнению специалистов, такие испорченные продукты питания представляют особую опасность для экологии и здоровья горожан. Их необходимо было утилизировать. Это преступная халатная деятельность людей, которые могут позволить выбросить тебе испорченные пищевые отходы, мясные, чертье города, неважно где, в городе или в этом. А связано с одним, только прибыль и больше ничего, потому что утилизация и ликвидация испорченных продуктов, наверное, дорогое удовольствие, поэтому лучше подбросить, чтобы занимались этим вопросом администрации. Ну, в данном случае администрации города, и в том числе и арендаторы. В считанные дни общими усилиями свалка была ликвидирована. Они теперь напоминают только свежие следы от шин автомобилей и завезенный грунт. Екатерина Захарова, Валентина Верченко, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Фитиль загорится 30 ноября. В администрации города прошло очередное плановое совещание, посвященное проблемам в 7-8 микрорайоне. Состояние дорог, возведение социально значимых объектов и, главное, запуск местной котельной. Все это еще раз чиновники обсудили с представителями компаний-застройщика и подрядных организаций. Подробности далее. Глава города Люберцы и Люберецкого района Владимир Ружицкий плановое совещание, посвященное строительству в 7-8 микрорайоне, начал с обсуждения дорожной инфраструктуры. Сегодня, по словам представителей администрации, жителей больше всего волнует вопрос освещения нового микрорайона. Правый дублер будет закончен на освещение. Свечки будут стоять на этой неделе. Соответственно, в следующей неделе будем ставить опоры на левом дублере. По подключению строй электросеть договор как бы сейчас порабатывает, приступает со следующей недели к подключению к постоянной схеме. То есть там нет мощностей просто. В завершение, я думаю, это 10 декабря где-то будет. Опять же, из-за проволочек во время проведения строительных работ открытие проспекта Гагарина, которое должно было пройти еще на прошлой неделе, задерживается. Также на территории 7-8 микрорайона по-прежнему нет спортивных площадок. СУ-155 у нас вообще не делает благоустройство. Нигде. Кто должен выполнять благоустройство? Представители управляющей компании заверили сотрудников администрации в том, что в ближайшее время все необходимые виды благоустройства будут произведены. Также на этой неделе планируется завершение пуска наладочных работ в местной котельной. Таким образом, по словам строителей, уже 30 ноября все пять котлов будут вырабатывать тепло на полную мощность. Михаил Мадро, Ольга Чуканова, Дмитрий Куликов, Либерецкое районное телевидение. Не хотят парковаться, где положено. Водители продолжают оставлять свои автомобили на газонах и тротуарах. В очередной рейд по выявлению нарушителей вышли накануне сотрудники Госаднотехнадзора и представители ГИБДД. Подробности у нашей съемочной группы. Несанкционированные парковки – настоящий бич современного города. И виной тому не только поведение водителей, но и отсутствие достаточного количества машин и мест в Люберцах. Возможности построить бесплатные парковки в городе нет, но цены на платные будут небольшими. Одна из таких открылась недавно у железнодорожной станции «Панки». Но водители продолжают бросать свои машины, где придется, в частности на газонах. Зафиксированы машины, будут проведены проверки, установлены водители. Ну и будет наложен штраф на нерадивых водителей. Одновременно будет вестись информационная работа по работе парковки перехватывающей. Стоимость парковки невелика – 30 рублей световой день рабочий до 21 часа. Автомобили заполняют дворы жилых домов по улице электрификации вблизи железной дороги. Некогда благоустроенные зоны отдыха теперь разбиты. Должно быть, я думаю, что какие-то ограниченные ограждения металлические. Вот мы с вами видели, когда ходили туда-дальше, где стоят ограждения, там не паркуются. Значит, я думаю, что здесь надо подумать о том, что, может быть, поставить на самом деле ограждения. Или предусмотреть какие-то другие мероприятия. Проблемной в отношении парковок является и улица Кирова. Здесь машины попросту стоят на тротуаре. Одного из водителей, который оставил машину в пешеходной зоне, удалось привлечь к ответственности сотруднику ГИБДД. Данный водитель нарушил пункт правил 12.2, то есть совершил остановку на парковаре. Административное взыскание за данное право нарушение составляет 300 рублей. Некоторые водители не останавливаются на достигнутом и устанавливают самодельные заграждения, занимая земельные участки во дворах и полисадниках. А между тем это карается административным штрафом. Здесь проблему будем решать в комплексе с городом. Где-то может быть и поставить заграждения небольшие, чтобы вид города придать. Где-то, где возможно будут организованы дополнительные парковочные места для местных жителей. Проблему будем решать в комплексе. В любом случае будет все доведено до сведения комиссии. И будет эта комиссия решаться и с городом, и с районом. Главная проблема кроется в сознании водителей. В их желании ставить свой автомобиль как можно ближе к месту назначения, невзирая на правила. И если автовладельцы не хотят пользоваться созданной для них парковкой, специальная комиссия примет все меры, касающиеся въезда автотранспорта на благоустроенные территории. Екатерина Захарова, Михаил Мадро, Иван Мыльников, Люберецкое районное телевидение. Ради жизни и здоровья в Люберецкой детской больнице состоялась пресс-конференция по итогам благотворительного концерта «Звезды шансона детям», прошедшего 31 мая этого года. Все собранные деньги были направлены на приобретение современного медицинского оборудования для лечения маленьких пациентов ожогового отделения. Продолжит тему Лилия Хайрулина. Главный врач Татьяна Мельник поблагодарила организаторов акции и всех люберчан, которые купили билеты на концерт «Звезды шансона детям». И таким образом внесли свою лепту в приобретение оборудования. За участие в благотворительной акции им вручили благодарственные письма. То, что вы сейчас сделали, мне очень приятно. Потому что, ну как вам объяснить, ну делаешь доброе дело, и это очень красиво для меня. И я сказал главе управы, что в любых ваших, каких бы они ни были, но хороших пожеланиях, я всегда бесплатно приеду с любого конца, где бы я ни был. Общая сумма собранных средств превысила 1 миллион 300 тысяч рублей. Три месяца назад в больнице на эти деньги был приобретен новый аппарат для заместительной почечной терапии «Мультифильтрат», который просто в управлении, в частности, благодаря наличию жидкокристаллического цветного дисплея с отображением основных параметров процедуры. Его уникальность является в том, что он может работать с пациентами в крайне тяжелом состоянии, в шоке, в септическом шоке, ожоговом шоке, при медикаментозных отравлениях, когда состояние гемодинамики позволяет проводить какие-то более большие скоростные процедуры. Уникальное оборудование выполняет процедуры по очистке крови, работает в течение 24 часов и в 9 режимах – от плазмафереза до низкопоточного гемодиализа. Это позволяет маленьким пациентам всего Подмосковья оказывать необходимую медицинскую помощь в стенах этого больничного учреждения. Аппарат этот у нас работает уже три месяца. Очень он нам помог в работе с ожоговыми детьми. Мы провели на нем процедуру 14 детям. И в той фазе ожоговой болезни, токсимии, когда в организме накапливается большое количество токсинов от распадающихся ожоговых тканей, конечно, этот аппарат не заменил. Глава Люберецкого района города Люберца Владимир Ужицкий в своем выступлении отметил, что главная цель пресс-конференции – привлечь как можно больше неравнодушных люберчан, обычных горожан и предпринимателей к благотворительности. Спасибо тем людям, кто принимал участие, кто организовал. Адамов Алексей здесь у нас? Да. Покажись, где ты там у нас. Вот Адамов Алексей один из организаторов вот этого действия. Вот Холодов Алексей, он у нас депутат города Люберцы. Поэтому суть в том, что есть люди, которые как бы сподвижники этого дела. Врачи надеются, что в скором времени найдутся люди, которые помогут медицинскому учреждению приобрести и другое оборудование, необходимое для спасения жизни и сохранения здоровья детей. Лилия Хайрулина, Иван Мыльников, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайте канал. Уважаемые телезрители, если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефону 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Субтитры предоставил DimaTorzok К нам в студию приходят общественные и политические деятели, чтобы рассказать о наиболее важных проектах и программах, реализуемых в районе. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Заплати налоги и спи спокойно. 21 ноября в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 17 по Московской области прошло праздничное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику сотрудников. В торжественной обстановке чествовали лучших. Кроме того, в это время все налогоплательщики могли получить бесплатную консультацию. Подробности далее. Налогоплательщики, посетившие инспекцию в этот день, получили квалифицированные ответы на свои вопросы, касающиеся налогов. А в актовом зале в торжественной обстановке глава Люберецкого района и города Люберца поздравлял с профессиональным праздником сотрудников налоговой инспекции. Статус налоговой инспекции сам по себе, да, это некая такая структура, которая, конечно, взыскивает, конечно, структура, которая обладает некими и силовыми действиями, в том плане, что, конечно, люди или юридические лица трудно расстаются с деньгами. Коллектив налоговой службы был награжден благодарственными письмами главы Люберецкого района. Высокие показатели в работе и преданность профессии. Многие работают в этой сфере несколько десятков лет. За это время прошло много перемен. И на работу я хожу все эти годы с удовольствием, поскольку заметно изменения в лучшую сторону, значит, прогресс, который проводится в реорганизации налоговых органов. Все направлено на улучшение работы с налогоплательщиками с целью пополняемости бюджета нашей страны в целом. За 9 месяцев 2012 года представители службы разослали порядка 120 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов. Порядка 200 тысяч налогоплательщиков Люберецкого района должны выполнить свои обязанности в ноябре. Нашей инспекцией в течение 9 месяцев в первой половине года была проведена большая работа по верификации баз данных инспекции, органов ГИБДД, а также Росреестра. Мы сравнили сведения, имеющиеся в их базах данных, с нашими сведениями. Это порядка 400 тысяч сведений. Выявили объекты, которые ранее нами не администрировались. И сегодня мы смогли начислить налог на имущество, транспортный или земельный налог данным налогоплательщикам. В честь праздника в межрайонную инспекцию были приглашены главы городских поселений и депутаты Совета депутатов города Люберцы, которые в очередной раз отметили ответственный подход в работе сотрудников службы. Лилия Хайрулина, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Счастливы вместе. Пожалуй, именно эта фраза больше всего подходит к истории Люберецкой семьи Гладышевых. Мама, папа, два сына и приемная дочка, для которых в этой жизни не существует преград. Обыкновенная история обыкновенной иркутской семьи в нашем следующем репортаже. Люберцы, Комсомольский проспект, уютная квартира в новенькой многоэтажке. На часах восьмой час вечера. Семья Гладышевых практически вся в сборе, за исключением старшего сына. Именно он и стал когда-то той самой отправной точкой, ради которой семье пришлось поменять абаканскую прописку на Люберецкую. Впрочем, обо всем по порядку. Жила в Иркутской области семья, мама, папа и два сына. До тех пор, пока профессиональный тренер Оксана Гладышева не познакомилась с 11-летней девочкой Людой. Симпатия переросла в материнские чувства. Несколько лет назад я работала в детском доме для детей с ограниченными возможностями и познакомилась там с Людой. Когда пришло время увольняться оттуда, я не смогла оставить ее там. И мы с мужем в релье решение забрать ее. Да, занимались на физкультуре. Она меня привела к себе домой. Я у нее дома была часто. Людмила не привыкла к телевизионным съемкам. Немного стесняется видеокамеры, повышенного внимания незнакомых людей и взрослых вопросов. Некоторые из них цепляют какие-то невидимые струны в душе, заставляя вспомнить уже далекие, но волнующие моменты детской жизни. На глазах появляются слезы. Интервью с девушкой приостанавливается. За нее продолжает рассказ мама. Она закончила 9 класс коррекционной школы в поселке Малаховка. Сейчас учится в строительном колледже, мастера отделочных работ. Занимается спортом, увлекается вязанием, бисероплетением. Закончила школу парикмахерского искусства. Плетет косы, подстригает. Ну, в общем-то, очень талантливая девочка. На углу чайного столика лежит очень много изделий из бисера. Оказывается, все-все свободное время Людмила посвящает бисероплетению. Когда набирается полный пакет колье и ожерелье, мама отводит его в ближайший детский дом. В аналогичном, но иркутском, девушка прожила почти половину своей жизни. И, возможно, такая незримая связь дает ощущение, что она хоть чем-то, но помогает своим ровесникам, живущим пока без родительского очага. Впрочем, по словам мамы Оксаны Гладышевой, новоиспеченная люберчанка немало времени посвящает спорту. Волюбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика. Еще в Братске старший сын семьи Гладышевых покинул отчий дом и поехал покорять Москву. Сейчас у него семья и крепкий тыл в виде любящей супруги. Спустя время родители продали свою квартиру в Восточной Сибири и перебрались поближе к сыну, купив жилплощадь в 7-8 микрорайоне. Мама также работает по профессии в физруком в Некрасовской школе. Папа на одном предприятии со старшим сыном. Младший сын учится в московском кадетском музыкальном корпусе, причем прошел при поступлении конкурс в 15 человек на место. Мама смеется, что когда сын начинает репетировать, соседи начинают стучать по батареям. Вот такой обыкновенный рассказ про необыкновенную семью Гладышевых, в планах которой усыновить еще одного ребенка. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Ольга Чуканва, Алексей Адамов, Иван Мыльников, Люберецкое районное телевидение. Открытое первенство Люберецкого района по карате прошло на территории городского поселения Малаховка. Турнир собрал более 200 молодых спортсменов. За боями наблюдал Алексей Адамов. По словам организаторов ежегодного спортивного состязания, география количества участников, культивирующих японскую систему самообороны без оружия, с каждым годом увеличивается. Карате становится все более популярным видом спорта среди детей. Мы это приветствуем, мы этому радуем, и поэтому оказываем этому турниру всемирную поддержку. Ну, сами посудите, принимают участие более 200 участников турнира. Это приятно, это здорово, это замечательно. Просторный спортивный зал в этот день с трудом вместил всех желающих. Ветераны Великой Отечественной войны, родители с видеокамерами, фотоаппаратами, болельщики, представители прессы и депутатский корпус поселка. Юным спортсменам в разноцветных поясах порой с трудом удавалось пройти на татами, где одновременно шли зрелищные и динамичные поединки в разных весовых категориях. Сильнейших спортсменов приглашали на педестал почета для вручения заслуженных наград. Я дома готовился, переживал и получил то, что я готовился. Самое трудное было побить противника и защищиться. Итог первенства по карате, который приурочили в 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, порадовал представителей Малаховки. Большинство спортивных трофеев заслуженно получили спортсмены этого городского поселения. Алексей Адамов, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Через минуту на нашем канале смотрите программу «Открытый диалог». Гость студии, начальник управления безопасности и профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого района Михаил Архипов. Далее эфир ЛРТ продолжит программа «Неизвестные люберцы». Напомню, что свои новости из Жизни Люберецкого района вы можете сообщать по телефону редакции 8 498 642 1950 и 8 498 642 1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы можете смотреть выпуски всех наших программ. В студии была Ольга Чуканова. Всего доброго и до встречи в эфире.